Доброе утро! Здравствуйте! Ну что, понедельник, 3 июня, это значит, что мы начинаем первую летнюю рабочую неделю в таком составе Веры Красов, Денис Стойков. Отдаем добрые руки в одном из древнейших дагестанских аулов Карада. Сохранилась трогательная традиция, местные жительницы бесплатно пекут хлеб. Горячие лепешки раздают буквально всем желающим, тесто готовят и раскатывают дома, а потом заготовки приносят в общественную пекарню. В день получается до 500 лепешек. Так завелось много веков назад, когда состоятельные люди здесь каждую неделю помогали малоимущим. Главное правило – нельзя печь хлеб в плохом настроении, исключительно в отличном. Настроение часто зависит от погоды, и вот какой она будет в ближайшие дни, спросим Марии Борисову, она уже в студии. Мария, доброе утро! Доброе утро! Ну что, мы по погоде в ближайшие дни хандрить будем, или все лучезарно у нас? Ну, у нас как раз, если говорить про наш столичный регион, не лучезарно, потому что на смену жаре приходит дождь и грозы, то есть будет такая еще на несколько градусов выше аномальная погода, но в целом уже достаточно комфортная. И также в Поволжье, на севере тоже будут дожди и грозы. А вообще такое главное событие – это 3 июня, большой парад планет. Да, вот это зрелище можно будет увидеть на безоблачном небе, и оно будет на юге европейской территории. Наконец-то там уходят грозы и дожди, и в Якутии, что интересно. А вот если говорить про Сибирь, она опять нас удивляет. Там будет очень холодно, и в Норильске, например, еще лежит снег. А если говорить про Красноярск и про восток вообще Сибири, то там минус даже ночью заморозки. То есть если кому-то вдруг стало в Москве холодно, можно рвануть на Алтай или в Красноярск. Да, может, если стало жарко, то можно тогда рвануть, да, немножко охладиться. Да, но из хороших новостей, конечно, наконец-то на юге у нас такие прям уже показатели за 30. И сейчас расскажу подробно. Давай. Южные регионы России окажутся в области антициклона, поэтому здесь будет преобладать солнечная погода. И только кое-где в горных районах могут прошметь короткие грозовые дожди. В такой ситуации жара будет усиливаться и в полуденные часы до 29-34. Морская вода у берегов Крыма 17-20 градусов, на Черноморском побережье 19-22. На Средней Волге облаков будет больше, и здесь не обойдется без локальных ливней и гроз. Но они не помешают солнцу прогревать воздух до 26-31. На северо-западе России по вине фронтальных разделов по-прежнему будут развиваться очаги кучево-дождевой облачности, несущие грозовые дожди. Большую часть рабочей недели здесь жара днем плюс 23-28, на севере до 18-23. И только в пятницу станет на 3-4 градуса прохладнее. В Центральной России задержится неустойчивая с локальными ливнями и грозами погода. Температурный режим сохранится аномально жаркий днем до 25-30, но в конце рабочей недели ожидается похолодание до 20-25. На Урале тоже в отдельные дни могут появиться очаги грозовых туч. В первую половину периода дневная температура повысится до 25-30, но затем жара немного спадет и станет на 3-4 градуса прохладнее. В Южной Сибири скажется влияние циклонов, поэтому ожидаются дожди, местами возможны и грозы. Преобладающая дневная температура 19-24. В середине периода возможно кратковременное похолодание на 4-5 градусов. На юге Дальнего Востока будет преобладать солнечная погода, и только в отдельные дни могут местами брызнуть небольшие дожди. Преобладающая дневная температура в Преамурье плюс 20-25, на юге Приморья до 12-17. Да, где-то купальный сезон открывается, а где-то лыжные еще не закрыли. Ну и полюс холода нас удивляет, Якутия. То есть он превратился в полюс тепла. В Эмиконе плюс 20, это даже выше, чем на юге Дальнего Востока. Поэтому у нас все в нашей стране, как всегда, интересно. Поняли, спасибо. Какая будет погода в ближайшие дни, нам рассказала Мария Борисова. Хорошего дня. Спасибо. Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России, прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Ольга Паршина. На Дальнем Востоке самая теплая погода на северо-востоке Якутии. Там 26-28 и яркое солнце. Но Приморье тепла пока не достанется. Во Владивостоке всего 12 и дождь. А в Хабаровске солнечно, воздух прогреется до плюс 23. У Байкала тоже умеренно тепло. В Иркутске плюс 23, облачно с прояснениями. Но Западная Сибирь остается в мешке холодного воздуха. И все это в сопровождении затяжных дождей. В Новосибирске всего плюс 13. Зато Урал живет в другом летнем измерении. В Екатеринбурге во вторник плюс 26 и, возможно, гроза. На севере европейской территории теперь каждый день дожди. Но воздух при этом остается очень теплым. В Архангельске плюс 25. А на Балтийском побережье 2. На западе центрального округа грозовые дожди возьмут паузу. В Калуге и Смоленске без осадков. Но к востоку от столицы атмосфера неустойчивая. Во Владимире дождь и везде 23-26. В Поволжье будут греметь грозы. В Нижнем Новгороде во вторник плюс 24. А в Казани температура повысится до плюс 27. Дождь и гроза. На юге палящее солнце. Безоблачное небо. В Ростове-на-Дону воздух раскалится до плюс 33. Выше 30 будет в Калмыкии и на Кубани. А также в Приазовье. В Донецке плюс 32. В Севастополе уже почти 30. В Сочи 27 и ни капли дождя. В Петербурге во вторник 22-24. Местами кратковременные дожди, грозы. И в Москве временами короткий дождь. Возможно гроза. Днем будет 23-25. А в среду без осадков и усиление жары. Лето продолжается. О погоде на завтра. В студии Ирина Полякова. Здравствуйте. У меня информация прогностического центра. И самая нестандартная погода в стране в Заполярье и Якутии. По абсолютным значениям не жара, но теплее положено у градусов на 10. По-настоящему жарко в Бурятии, в Забайкале. Туда поступает хорошо прогретый воздух из Монголии. Днем плюс 26-31. А близость циклона будет способствовать развитию конвективной облачности. Поэтому местами пройдут дожди с грозами. При этом не по сезону прохладная погода на Сахалине, в Хабаровском крае, в Амурской области и в Приморье. Дожди тоже не исключаются. И почти вся Сибирь остается в мешке прохладного воздуха. Отрицательная аномалия держится в пределах 4-6 градусов. Этот воздух продолжает добавляться. Вместе с сильными ливнями и грозами это делают циклоны, кружащие на севере Сибири. В Новосибирске завтра не выше плюс 14. В Томске вообще 12. В Красноярске пока 20. Примерно столько же и в Иркутске. И из-за дождей там тоже станет прохладнее. А на Урале по-прежнему тепло. Завтра 25-30. Но с приближением западного циклона повышается вероятность грозовых дождей. Европейская территория, кроме южных районов, в его власти. Главное проявление дожди с грозами. Местами не исключен град и небольшое понижение температуры. Это везде. Север, север-запад, средние полоса. От Архангельска до Тулы, от Смоленска до Казани. Завтра 23-28. В Чернозимье по Волжье 26-31. В Чернозимье лишь местами локальные ливни с грозами. Но на юге только жарче. 28-33. В Астраханской области до 36. И без дождей. Только в горных и предгорных районах Кубани, Ставрополя, а еще в республиках Северного Кавказа есть условия для ливни с грозами. И в столицах есть. Температура в Петербурге завтра плюс 22-24. В Москве 24-26. В среду в Москве опять пара градусов прибавится. Но и ливневые дожди с опасным порывистым ветром в прогнозе есть. А дальше прохладнее. В пятницу московская погода придет к календарной норме начала лета. Сейчас время кратких новостей погоды. В нашей метеостудии Ирина Полякова, Ирина, начало лета выдалось очень жарким. Да, уже многим хочется, чтобы эта жара притормозила. И она притормозит. Подробности после паузы. Итак, теперь нашу разгоряченную атмосферу будут раскачивать циклоны. Сейчас мощный западный медленно, но верно заволакивает своими облаками всю северную половину русской равнины. Это дожди, отвечающие за снижение температурного накала. И вот какая перспектива свежести в центральном районе. К пятнице уже совсем немного теплее положено. Ну, практически норма начала лета. И завтра ливни с грозами. Локально, очень локально. Облачные кластеры могут достигать огромных размеров и становиться причиной сильных ливней с угрозой подтопления и града. В общем, где-то будет густо, а где-то и пусто. Зато температура очень однородная. От Архангельска до Тулы, от Смоленска до Казани 22-27. В Черноземье в среднем по Волжье до 31-го. А на юге только жарче. 33. В Астраханской области Калмыкии до 36-ти. Практически без дождей. И для контраста наш северо-восток. Днем 3-8 тепла, ночью в Иркуте до минус 5-ти. В Петербурге завтра плюс 23. Вероятность дождя уже меньше. В Москве 24. Дождь, гроза, очень опасный порывистый ветер. Это штормовое предупреждение. Спасибо. Мы будем осторожны. Это был прогноз погоды Дрины Пляковой. На юге Дальнего Востока погода пытается настроиться на лето. Во Владивостоке дождь всего плюс 13. Но в Благовещенске уже 24 и солнечно. А жарко по 30 по-прежнему у Байкала. Местами грозы. В Якутии жара начнет спадать. В Сибири циклон, который мчится с грозовыми ливнями по югу, добавит прохлады. В Иркутске теперь 21, а в Новосибирске всего 14. В то время как на Урале 25-30. Правда, дожди и гроз здесь становятся больше. Это циклон, который закрывает облаками европейскую территорию России. На севере и в центре практически везде дожди и много гроз. Не исключен град. Но даже в Архангельске 25 градусов. В средней полосе под 30. На юге до 33. И здесь каждый день все больше солнца. Дожди с грозами лишь местами в горах Кавказа. В Санкт-Петербурге опять кратковременные дожди днем 23. В Москве около 25. И снова грозовые ливни с порывистым ветром.